С наступлением отрицательных температур на реках и водоемах района началось льдообразование. Происходит оно абсолютно неравномерно. Ледостав в первую очередь начинается у берегов на мелководье. Льдообразование – процесс медленный, говорят гидрологи. Связано это со слабым погодным и температурным фоном. Сейчас мы наблюдаем явление так называемого шугоход. Причем зашугованность реки в данный момент составляет процентов 70. Из этой же шуги, которая к берегу, появляются забереги. Одним из особенностей таких заберегов, которые состоят из шуги, является то, что они очень неоднородные по своей структуре, они очень рыхлые. И поэтому в этот момент выход на лед грозит себе и таит опасность, потому что лед не сформировался. Он абсолютно тоненький, он очень рыхлый, очень мягкий, то есть он как пластилин. Такое явление может происходить долго. Кстати, синоптики прогнозируют потепление. Поэтому в течение двух-трех недель на реках района еще возможен шугоход, поясняют гидрологи. Шугоход очень обильный и это тоже опасность. Когда он будет смерзаться, ледяной покров станет неровным. Возможно образование торосов и зажоров на реках района. Зажоры такое не очень хорошее явление в гидрологии, потому что зажоры втаят в себе опасность, когда проходит весенний паводок. То есть зажор это скопление подледной шуги. А поскольку в данный момент шуги наблюдается очень много, поэтому и зажорные явления, скорее всего, что будут присутствовать. Несмотря на все опасности, на лед уже выходят люди. Наиболее уязвимая категория это дети. Ребенок не понимает всей степени опасности происходящего, в результате чего может произойти трагедия. Хрупкий лед безжалостен и, как известно, второго шанса не дает. Александр Козлов – рыбак с многолетним стажем. За рыбой не гонюсь, говорит мужчина. Самое главное – отдых на свежем воздухе и процесс. А выловленный трофей – дело второстепенное. Я – любитель на мелочь, отдыхаю уже. Для души, так скажем? Для души, да, отдых. Хобби – дело хорошее, но спешка здесь тоже ни к чему. Пусть лед окрепнет, тогда не придется ради отдыха рисковать собой. При температуре воды 2-3 градуса может стать смертельным пребывание в воде 15 минут. Гибель человека в холодной воде также может наступить и раньше. Причиной становится шоковое состояние, так называемый холодный шок, который развивается на протяжении первых 5 минут резкого охлаждения. А за это время помощь не всегда может успеть. Кстати, печальная статистика в области уже открыта. На озере Вожа погиб рыбак, провалился под лед. На реке Вологда в воде оказался любитель подледной ловли. Прохожий попытался спасти его, но также оказался в воде. К тонущим волокжанам в последний момент подоспели спасатели. Непонятно здесь одно, о чем думают рыбаки, выходящие на тонкий неокрепший лед. Ведь если сопоставить все риски и здравый смысл, то рыбка, которую и ловят рыбаки, должна быть, наверное, золотой. Ведь другого объяснения, почему люди ставят под угрозу свою жизнь, попросту нет. Андрей Жилин, Антон Карев, Новости провинции. Субтитры создавал DimaTorzok